Сегодня у меня встреча была назначена в другой стороне Рима, но мне очень хотелось с утра приехать в Ватикан. Еще не было восьми часов, а я уже гуляла по площади. На пустой площади раздавались крики чаек, шумела вода в фонтанах, которая нарушала тишину, и одна за другой стали появляться группы туристов. Рим просыпается. На площади Святого Петра в окружении колоннады Бернини находится не только собор Святого Петра, а обелиск и два фонтана Близнеца. Слева от собора, ближе к колоннаде, находится монумент иммигрантам, который был открыт Папой Франциском в 2019 году. Работа из бронзи была создана канадским скульптором Тимоти Шмальцем. Скульптура представляет собой лодку, которая перевозит иммигрантов и беженцев из разных стран в разное время. Здесь насчитывается 140 фигур иммигрантов. Их лица пронзительны, измучены страхом, болью, они хотят избежать преследования и войн. Каждая фигура имеет свою историю. Автор сказал, что изображенные лица взяты с фотографий, и все изображенные здесь – реально существующие люди. Работа была вдохновлена отрывком из Нового Завета, в котором говорится «не забывайте проявлять гостеприимство». Делая это, некоторые, сами того не зная, оказывали гостеприимство ангелам. И именно в центре этой скульптурной группы мы находим крылья ангела. Сегодня мне почему-то захотелось начать день именно отсюда. Затем я пошла по Борго Санто Спириту мимо больницы. Этот прекрасный вид на больницу я снимала с моста Виктории Эммануэля II. Вы знали, что больница Санто Спириту, перед которой мы сейчас находимся, считается самой старейшей больницей в Европе. Она находится недалеко от Ватикана и соседствует с уже более современной больницей Санто Спириту. Когда туристы живут возле Ватикана и хотят посмотреть район Трастевери, мы проходим рядом с этой больницей и обязательно заходим, чтобы хотя бы посмотреть внутренний дворик больницы. Он впечатляет. В некоторых помещениях под древней больницей до сих пор сохранились остатки стен, мозаичные полы, скульптуры и фрески. Больница Санто Спирита в переводе с итальянского – это больница Святого Духа. Она была построена для бедных больных и брошенных младенцев. Если у женщины не было возможности вырастить ребенка, она анонимно могла оставить ребенка в колесе подкидышей, которое находится в этой больнице. Мать клала малыша в цилиндр, поворачивала его, чтобы он оказался внутри церкви, звонила в колокол, сообщая о подкидыше и уходила. В Риме было принято решение сделать такие колеса после того, как из Тибра часто стали вылавливать тела новорожденных, попавших в сети рыбаков. По Риму таких колес были сотни, и они спасли тысячи жизней. Это колесо подкидышей, наверное, в Риме осталось единственное. Оно, конечно, давно не работает, но напоминает нам свою историю. А еще в эту больницу, а точнее в морг больницы, ходил Микеланджело, чтобы изучить тонкости анатомии человеческого тела для работы над фреской в Сикстинской капелле. Очень люблю гулять по Риму утром, когда тихо и спокойно. Люблю отыскивать новые интересные места и включать их в свои маршруты, чтобы потом вас, дорогие мои друзья, кто приедет в Рим, удивлять новыми местами и интересными историями. Перед нами церковь, которую называют Кьеза Нова или Санта-Мария Инваличелла. Многие из вас знают, что в каждой церкви Рима находятся сокровища, великолепные картины и скульптуры. Только шесть картин Караваджо находятся в церквях Рима, и ими можно любоваться совершенно бесплатно. Но одна из шести картин Караваджо – копия. Картина «Положение вагруп» некоторое время находилась в этой церкви и считалась главным шедевром художника. В 1797 году французы увезли картину в Париж, как и многие произведения искусства в то время. Итальянское правительство смогло вернуть ее обратно в Рим только в 1815 году. Но картину не вернули на прежнее место, а поместили в пинокотеке Ватикана. А здесь в церкви сейчас находится копия этой картины. Церковь очень интересная. Я обязательно как-нибудь про нее расскажу и все покажу. Среди малоизвестных жемчужин Рима есть и настоящее озеро, о существовании которого вы даже не догадывались. Прогуливаясь от площади Навона в сторону Кампо-де-Фиори, мало кто из туристов сворачивает в сторону дворца Кончелерия. Дворец с удивительной историей, а под ним находится озеро. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной прогуляться по этой малоизвестной жемчужине Рима. Для строительства Палаццо де ла Кончелерия был повторно использован стройматериал из Колизея, я очень часто вам об этом рассказываю, из Виллы Гордиани. Тут я могу сказать, что наш дом, в котором мы живем, был построен на территории Виллы Гордиани. И сейчас в парке, где еще остались развалины от виллы, активно проходят реставрационные работы и уже вовсю проводят экскурсии. Также для строительства дворца материал был взят из септизония – античного монументального фонтана Рима. Сначала я хочу рассказать вам про дворец, а потом покажу и расскажу про озеро, которое случайно было обнаружено в конце 1930 года во время укрепления фундамента дворца. Все вы хорошо знаете, что Рим – это не только Колизей или музей Ватикана, в который все хотят попасть. Также в Вечном Городе до сих пор много малоизвестных достопримечательностей, о которых знают даже не все местные жители. Это настоящие жемчужины Вечного Города. В эпоху Ренессанса, благодаря папам и великим мастерам, работающим на них, Рим был сделан незабываемым. Дворец Кончалерея по архитектурным формам и происхождению считается первым дворцом эпохи Ренессанса. Рядом с церквями и домами простых жителей этот район полон дворцов, принадлежащих в прошлом прославленным и богатым семьям, которые хотели жить именно здесь. Палаццо де ла Кончалерея не является исключением, и как многие дворцы этого района, имеет тысячелетнюю историю. Историю, которая сделала здание главным героем важных событий Рима. Первая постройка на этом месте была сделана при Папе Дамасском в IV веке. Город постепенно становился христианским. При Папе Дамасском началось строительство церквей. Вот, например, церковь Сан-Лоренцо Индамассо. И даже сегодня церковь, много раз обновленная за века, хорошо видна. Вход расположен рядом с палаццо де ла Кончалерея. Когда был построен дворец, ближайшая церковь была включена в архитектуру, что сделало ее единым целым с дворцом. При строительстве церкви Папа уже тогда подумал о том, что надо будет пристроить здание, которое будет служить архивом или резиденцией для кардиналов. По этому же примеру были построены и другие церкви. Например, палаццо Венеция и церковь Сан-Марко, или римский колледж и церковь Святого Игнатия. В первой половине XV века дворец был отреставрирован кардиналом Медзаротто. Его геральдический символ, роза, хорошо виден и сегодня, например, во внутреннем дворике дворца. В конце XV и начале XVI века 20 лет были очень важны для дворца Кончалерея, так как в этот период о здании заботился кардинал Рафаэль Риарио, очень влиятельный церковный деятель. Рафаэль Риарио был один из первых, кто заметил талант Микеланджело и пригласил его в Рим. Об этом свидетельствует история про спящего Купидона. Микеланджело создал Купидона, искусственно застарил его, закопав землю, чтобы он выглядел как античная статуя, а потом за копейки продал перекупщику. Перекупщик отвез Купидона в Рим, где продал его как античную статую, за 200 дукатов кардиналу Рафаэль Риарио. Вскоре подлог раскрыли, но Риарио настолько был впечатлен качеством работы, что пригласил Микеланджело в Рим. И вот когда Микеланджело приехал в Рим, он сразу же отправился в сторону Кампо де Фиори, к дворцу Кончалерея. Микеланджело появился на пороге дворца. К тому времени кардинал Риарио уже забыл про спящего Купидона и не помнил точно, для какой работы он вызвал Микеланджело в Рим. Его помощники показали Микеланджело достопримечательности города. Несколько дней, чтобы занять себя, он гулял по Риму. После Флоренции Рим показался Микеланджело сонным городом, утопающим в мусоре, из которого торчали то полуразрушенные колонны, то скульптуры. Первое впечатление о Риме у Микеланджело сложилось, как о грязном полуразрушенном городе, с плохими дорогами и кривыми улицами. В первые дни в Риме он чувствовал себя забытым и не понимал, для чего его пригласили. Но это уже другая история. Про Микеланджело можно рассказывать очень много, но я сегодня рассказываю вам про дворец Кончалерия. Нынешней формой дворца мы обязаны Рафаэле Риарио. По легенде, кардинал Риарио выиграл этот дворец в игру. Он был заядлым игроком в карты и кости. После смерти папы Сикста IV, а кардинал был родственником папы, кардиналу Риарио на некоторое время пришлось бежать из Рима, но здание всегда оставалось в его владении. Когда же он вернулся в Рим, он заказал реставрацию дворца у самого Браманте, лучшего архитектора эпохи Возрождения, который сумел соединить элементы классики с новыми идеями и решениями. Внутренний двор в три этажа, два этажа арочные. Рафаэле Риарио умер в 1521 году. Внешне дворец, может быть, не сильно изменился, но вот внутренний и в своих функциях изменился очень сильно. После смерти кардинала, папа Климент VIII официально сделал этот дворец главной канцелярией. Это стал офис Ватикана. Вроде бы были приглашены художники того времени для оформления залов, но наступил 1527 год, год разграбления Рима. И уже восстановительными работами во дворце Кончалерия начали заниматься при папе Сиксте V. Для посещения открыто всего несколько залов, которые можно посетить только по предварительной записи. Я же, в свою очередь, постараюсь показать вам ту красоту, которая царит во дворце. Но прежде чем мы зайдем в залы, хочу сказать, что внутренние украшения были сделаны благодаря Александру Форнезе, который вошел в историю под именем Папа Павел III. Когда избирали пап, то и родственники хотели жить красиво. И во дворец Кончалерея переехал жить племянник папы. Он-то и поспособствовал украшению интерьера дворца. Племянника папы звали так же, как и папу Павла III в миру, Александр Форнезе. Этот зал был своего рода прихожей. В нем гости ждали встречи с кардиналом Риарио. Во времена кардинала стены были покрыты гобеленами и фресками, и вся комната была украшена статуями и бюстами. Так украшали дворцы того времени. К сожалению, мало что осталось от оригинальных украшений. из-за пожаров и переделок дворца. Зал 100 дней. Сегодня зал используется для проведения конференций. Зал поражает своей красотой. Автором этой красоты является Вазари. Вазари известны прежде всего как автор знаменитых жизнеписаний и живописец. Работать здесь в этом зале он начал по просьбе племянника папы Павла III Александра Форнезе. А началось все с того, что папа Павел III никак не мог примирить соперников короля Франции Франциска I и короля Испании Карла V. Папа послал своего племянника Александра Форнезе на переговоры с Карлом V. Но, к сожалению, поездка была неудачной. Переговоры пошли не так. Так вот, вернувшись в Рим, кардинал Александр Форнезе решил задобрить папу вот таким интересным способом. Он решил создать для него прекрасные фрески. Вазари должен был изобразить на фресках сцены, прославляющие работу папы Павла III. На этой стене мы видим понтифика. Он сидит на роскошном троне, получает подарки и даньца всего мира. Мы видим также среди фигур, которые толпятся перед папой римским, темнокожих мужчин. Также видим жирафов и других экзотических животных. Заслуживают внимания и фигуры, размещенные за папским троном, среди которых выделяется молодой Александр Форнезе. На другой стороне папа Павел III утверждает проект новой базилики собора Святого Петра. Понтифик роскошно одет в восточном стиле, он наблюдает за строительством Великой Римской базилики, чьи работы по реконструкции начались в 1506 году. Представьте себе, строительство базилики длилось 120 лет. За это время здесь работали многочисленные художники и скульпторы, а также сменилось несколько понтификов. И за это время, конечно же, менялись идеи и проекты. Старая константиновская базилика не была снесена сразу, ее разбирали постепенно по мере строительства новой базилики. И эта фреска показывает нам то, чего больше нет. Она показывает нам, как проходило строительство. На переднем плане мы видим большую, обнаженную, полулежащую фигуру. Это аллегория папства. На другой стене, на фреске, мы видим, как папа Павел III дает дворянский титул не только богатым, но и бедным людям. Их можно отличить по одежде. Таким образом, фреска показывает нам, что папа Павел III справедливо оценивает людей. Чтобы наилучшим образом прочувствовать проблему, которая была в то время, имеется в виду, что многое покупалось за деньги, на переднем плане была изображена женщина, поедающая змей. Она является аллегорией зависти. Той зависти, которую каждый может почувствовать, когда другой поднимается по социальной лестнице. Рассматривая внимательно фреску, можно увидеть реально живущих в то время людей. Человек в зеленом это будущий папа Юлий III, а рядом с ним слева будущий папа Павел IV. И еще здесь есть три важных персонажа. Посмотрите внимательно в левом углу фрески. За колонной прям в ряд стоят Микеланджело, Вазари и Тициан. Три великана эпохи Возрождения. Портрет папы Павла III, который мы видим на этой фреске, происходит от знаменитого портрета, написанного Тицианом. А вот присутствие Микеланджело здесь объясняется тем, что Вазари не попросил ни одного совета у Микеланджело для украшения этого зала. Над дверью находится фреска с огромным множеством людей и с оружием в руках. В центре папа Римский. И рядом две фигуры. Это Франциск I и Карл V. И они, кажется, заключили наконец-то мир. Даже солдаты здесь кажутся мирными и спокойными. Эта фреска свидетельствует о том, что папа Павел III после проведения многочисленных переговоров смог найти перемирие в данной войне. Фреска прославляет папу, способного установить мир во всем мире. Не случайно здесь мы видим человека в цепях. Это аллегория ярости. Ее заключают в тюрьму. Она не сможет ничего сделать, потому что наступил мир. В этом зале не обошлось без пожара. Потолок пришлось заменить. А в другом зале мне удалось посмотреть оригинальный потолок такого же типа. Он очень сильно отличается по цвету. Я заканчиваю небольшой рассказ про зал, который называется «Сто дней». Хотите узнать, почему он так называется? Кардинал Александр Форнези торопил Вазари. Он хотел как можно скорее подарить эти фрески папе Павлу III. Вазари постарался сделать работу быстро и, судя по названию зала, всего за сто дней завершил работу. Позже, конечно, художник пожалел, что поспешил. Фреска получилась не такая выразительная, как хотелось. Но, несмотря на это, все остались довольны. Вазари пригласил Микеланджело посмотреть на завершенную работу. Когда Микеланджело зашел в зал, Вазари с радостью сказал, что он сделал это всего за сто дней. И Микеланджело с сарказмом сказал, это и видно, а что можно было сделать за это время? Сейчас мы зашли в зал, в котором оригинальный потолок. Видите, как он отличается по цвету? Из этого зала мы переходим в небольшую часовинку при дворце. Она тоже поразила своей красотой. Подробно о ней я рассказывать не буду, я только покажу, как она выглядит. Единственное, на чем хочется остановиться, это на алтаре. Казалось бы, мы видим изображение святого семейства с младенцем Иисусом. Однако автор изобразил здесь в образе святого семейства членов семьи Форнези. Черты Папы Павла Третьего можно увидеть в Иосифе, Мария мать его детей, а Иисус предположительно внук. Вот такое получилось святое семейство семьи Форнези. Я была в восторге от экскурсии по дворцу Кончалерея и добавила в свою копилку новые знания. Дворец Кончалерея является одним из секретных мест в Риме, которое заслуживает внимания. Интересная история дворца, фрески, которые украшают залы дворца, но на этом еще не все, так как о дворце, помимо офисов Ватикана, находится небольшая постоянная экспозиция, посвященная Леонардо да Винчи. Ну и последнее, о чем хотела бы я вам рассказать, это об озере, которое находится под дворцом. Сколько же всего интересного В конце 1930-х годов, во время работ по укреплению фундамента того, что когда-то было резиденцией кардинала Риарио, было случайно сделано открытие. Поразило не только то, что под дворцом было найдено озеро, но были найдены также и другие сокровища, которые лежали под водой. Этот канал под открытым небом или искусственное озеро использовался в качестве плавательного бассейна бань Агриппы. Он пересекал весь район Кампо Марцио и впадал в Тибор. Возле моста Виктория Эммануэля Второго за последние годы остатки древнего канала были обнаружены в нескольких местах. Но те, которые находятся под дворцом Кончалерия, по-прежнему единственные, которые можно посетить сегодня. По мнению археологов, искусственное озеро имело стены из мрамора, и даже над ними были пешеходные мосты. Вот такое необычное озеро под дворцом. Дорогие мои друзья, на этом я буду прощаться с вами. Сегодня я показала вам скрытую жемчужину Рима, в которую туристам очень сложно попасть. Я постаралась рассказать вам о дворце, чтобы, проходя мимо него, вы вспоминали истории про кардинала Риарио, Микеланджело, Вазари, кардинала Александра Форнези, папу Павла Третьего, и, конечно же, про озеро, которое использовалось в качестве плавательного бассейна бань Агриппы. Мои видео помогают самостоятельным туристам составить маршрут, но если вы хотите, чтобы Вечный Город показала вам я, пишите мне на электронную почту. Потом мы обязательно с вами созвонимся и по телефону обсудим наш маршрут. До новых видео, друзья! Пусть этот чудесный день принесет вам отличное настроение и много радостных моментов. Наслаждайтесь каждым мгновением и делайте то, что приносит вам удовольствие. Ленча, мейчо. Продолжение следует...